Привет, Сирожка! Привет, Сань! С вами замечательная передача Пластилины золотой батареи! Вот этой самой! И сегодня мы вам поведаем о том, что будет происходить 14-15 января В ближайшие выходные? Да, по всему миру и в частности в хобби Центр Галактика И что же будет происходить, Сирожка? Самое замечательное на свете событие лучше, чем рождение вашего первенца лучше, чем наследство от вашей бабушки это пререлиз И чем оно лучше всего, выше сказанного оно бывает 4 раза в год 4, один первенец, одна бабушка 4 пререлиза, это невероятно Это очень-очень крутой эвент от наших драгдилеров Wizard of the Coast Мы вам покажем на примере предыдущего выпуска Каладеша Это когда в свет выходит новое творение визов новое карточное дополнение Новый блок стандарта В данном случае мы ждем эфирный бут Мы готовы бунтовать Да, мы взвейтесь кострами Дезерет, козел! Да, да, у нас уже подготовлено Песни, танцы, шашлыки Песни, танцы, шашлыки к этому моменту Мы готовы Ручной гремлин Вот, чем так хорош пререлиз и почему все на него так фапают? У меня есть знакомые, которые играют только пререлизы и как бы хорошо себя чувствуют Вот Пререлиз это лимитед формат в котором вам дается вот такая вот коробочка Это на примере колодеши Содержимое этой коробочки коробочки бывают разные но в этот раз они сделали их такие красивые Потому что была ярмарка изобретателей Изобретателей, да Я уверен, что на пререлиз луны кошмаров из нее вываливались кольца осьминога и можно было заляпаться слизью Да, и там были классные эти Токены были Обычно в пререлизном наборе идет 6 бюстеров Силит Да, Силит В колодеше это были ну логично 6 бюстеров выпуска колодеш В эфирном бунте это будет 2 выпуска колодеша и 4 нового Почему это так делается? Потому что изначально блок и карты в нем и механики рассчитаны на том чтобы карты из первого блока очень хорошо стакались с картами из нового блока Так что все продумано Этот блок маленький карт там поменьше в 2 раза меньше 176 против 300 с чем-то Еще Обычно идет какая-нибудь интересная коробочка в этот раз они ее сделали вот мега интересной Шел сундучок в котором хранился кубик D20 которого здесь почему-то нету но опять же это вам отличный способ прожиться лайфкаунтерами если у вас их нету вот идет разделитель и самый жир чем ценные эти наборы кроме 6 бустеров это файловая рарная карта это обязательно файловая или мифическая карта ее будет подпись то что она того и даты когда вы играете если это сердце гоните вы сможете обменять его у меня на 100 500 миллионов тысяч миллионов Саш да просто сейчас включаем еврейскую математику сколько обычно стоит силит вот мы ездили на тех выходных на силит ну правда это был силит квалификации там мы за силит отдали 2000 рублей но у нас там были три бустера в призы там очень много всего в призы но это не важно по факту если вы собрались поиграть силит в вашем ближайшем домашнем клубе где средний бустер стоит 265 рублей да но там это будет где-то 160 да то там это будет примерно 106 тысяч рублей нет это будет даже где-то 1600 и один бустер в призы с человеком да 1600 и бустер в призы в прорелиз играется 1500 такую коробочку дают вам за 1500 и два бустера идут в призы с человека и того пейсы заколосили фактически это не 6 бустеров а 8 бустеров да и и Александр со мной поделился и со всеми зрителями золотой батареи да это даже не теория это подтвержденный факт псевдорандома ребята в прорелизе очень жирные бустера происходит такой эвент пре прорелиз в этом году он происходил в Канаде да там собрали топовых топовых игроков МТГ которые играют и дали им потрогать вот эти карточки прорелизные наборы и они играли друг против друга там были судьи топовые игроки топовые стримеры запись на Твиче можно посмотреть я посмотрел две игры то есть я видел две колоды что я увидел Аджани Нису Тизерета еще пару каких-то клевых мификов Коптер Дисало очень дорогие раки и мифики реально дорогие раки и мифики играбельные главное это мы посмотрели 24 бустера даже если вы вскроете дисплей вы можете не собрать вот такое количество жира с дисплея да потому что дисплеи они скажем так тоже по всеверанному но в другую сторону чтобы все уравновесить там ну больше четырех мификов вы не строите средний дисплей в Кладеш это шесть фойлов где-то шесть семь фойлов три-четыре мифика это средняя курва три-четыре нет наверное два-три файловых рарки или мифика да и один плейсволкер в среднем они лежат они лежат мифики мы не будем разделять мифики но все равно как минимум одного вы на дисплее вскроете точно есть такая некая курва но то что мы видели в перелизных наборах эфирного бунта годится чтобы всю семью брать за руки и рассаживать по диванам и пусть они просто кидаются картами в друг друга вы вовремя отнимаете жир и в протектор жир и в протектор они могут не играть просто чтобы вы надерете других и призовые придут вам вот Паша так и поступил он пройдет со своей сестрой да вот чем хорош такой ивент во-первых вы опять же продолжая тему вчерашнего нашего заседания потрогайте что-то больше чем кухонная магия с вашим другом товарищем с которым вы перекидываете комоночками хотя тоже неплохо почему бы нет это событие вообще само по себе уникальное потому что новый сет только выходит и вы примерно в одинаковых условиях и вы все вместе открывая разные карты и играя даже против друг друга на волне этого хайпа что вышел новый сет вы все равно начинаете делиться идеями обсуждать механики искать синергию вы фактически все кто с вами будут играть по релиз вы все одна большая команда которая вот первый раз погрузилась на одно неизвестного океана или там на новую планету прилетели вы только выходите и начинаете ее аккуратно щупать вы конечно каждый сам за себя но коллективный дух одиссеи он все равно будет присутствовать это очень здорово если вы не играли раньше допустим типок стандарт или вообще лимитед для вас непонятно как я буду собирать если вы давно не ходили в магию приходите на прелиз это самый лучший момент чтобы войти в стандарт чтобы войти не обязательно стандарт просто в лимитед и в магию вот и даже в регламенте самих визардов сказано что если вы приходите на прелиз не бойтесь спрашивать и они скажем так вилят нам помогать вам собирать колоды подсказывать какие-то вещи так что мы будем этим активно заниматься с Сергеем как минимум мы бы этим будем заниматься ну у меня это вообще повинность никуда от этого не может идти так что вы во-первых первое получаете очень дешевое участие в турнире с хорошими призами с отличными призами обязательно получаете рарку лимит файлов я вот скрыл на том на прелизе луны файловую эту бризелу там 50 баксов стоило я ее загнал был очень доволен дизелу дизелу да файловую самая дорогая карта сета тем более и фишка в том что эти карты больше ценятся потому что один раз напечатан да и все потому что из бустеров даже файловых мификов наскрывают еще а то что было на прелизе их лимитированное количество во-вторых вы вскроете 6 бустеров скрывать бустера всегда хорошо это очень приятно я думаю каждый с этим согласен вы подэкбилдите в хорошей атмосфере где вам помогут вот и у вас есть возможность выиграть хорошие призы познакомиться с новым сетом познакомиться с новыми механиками в общем ребят прелизе это здорово так это еще и вдвойне здорово потому что он проходит не один раз а два нет и второй раз он проходит в таком замечательном формате как двуголовый гигант вообще супер вы можете украсть подкупить соблазнить знакомого прошника который поможет вам набрать хорошие колоды и выиграть призы вы можете просто сесть поиграть со своим другом наконец-то в магию не друг против друга не через стол а за одним краем стола что тоже достаточно весело поподробнее про двуголовый гигант так как у нас мы его не проводили но только там мы стримчик из квартиры делали что делается это игра 2 на 2 каждый из вас вскрывает по такому наборчику то есть на команду у вас уже получается не 6 а 12 во время сбора колоды вы можете меняться картами вы допустим определили я вот в этих цветах я вот в этих цветах вы меняетесь можно по другому сделать мало ли там жир синергия и пауэр вашей деки уже возрастает за счет большей вариативности карт во первых больше вариативности карт а во вторых то что вы не можете себе позволить когда играете один потому что вам нужно играть и защиту и нападение то тут просто можно чтобы один нагрелся а второй защищал второй сидел на 6 контраспелла и ему было бы норм и ему вообще прекрасно вот и опять же все будут естественно со своим товарищем договоритесь как вы обратно будете делить эти карты но я думаю рарки вы все запомните опять же можно сфотографировать и никаких проблем не будут первый прелиз 14 у нас будет 2 часа дня чтобы все успели сбор 2.30 начала вот будет если 8 человек это 3 раунда если будет больше 8 человек там 10 и больше у нас будет 4 раунда и потом топ-4 вот распределение призов будет на топ-4 а если больше ну это совсем больше нужно больше 16 чтобы топ-8 было топ-8 да должно быть 20 человек и больше мы столько не пустим у нас очень силой вот опять же почему так важен прелиз скажем так для развития комьюнити сейчас мы говорим уже не столько про вашу развитие комьюнити как бы у нас есть VPN статус и таких коробочек просто так их не дают вы не можете пойти и купить ее а те кто продают это значит ну они нарушают и на них можно нажаловать ну или такие большие ну да единорог сейчас продает старые наборы этого коллагенчика но они могут позволить то что Юпитеру не позволено быку единорог они крутые у них есть там насосали короче на такое положение они могут себе это позволить вот и выделяются квоты сейчас нам выделена небольшая квота этих самых пачков и как бы если мы не проведем скажем успешно два турнира то нам просто ее урежут еще до минимума мы не поднимемся дальше в иерархии клубов и допустим еще довольно интересное мероприятие как он не должен рассказывать вам про то что пока нельзя называть потому что это для вас большой секрет но это не секрет они все это знают но скажем так мы лишимся еще кроме пререлиза еще более интересных мероприятий да супер которые грядут которые грядут и гребут так что и вы расстроите золотую батарею да золотую батарею расстраивать нельзя она как дванет вообще затопит не то что город затопит страну так что эфирный бунт приходите приводите своих мам детей сестер братьев Никита до сих пор одинок Никита до сих пор одинок вот и играйте с нами мы обещаем вам как минимум как минимум хорошо провести время хорошо провести время в хорошей компании ставьте лайк подписывайтесь